Для карачаевского народа начало этого весеннего месяца знаменуется исторической датой днём возрождения карачаевского народа. О том, как отметили представители Карачаево-Балкарской общины 3 мая в Санкт-Петербурге, в репортаже Аллы Динаевой. В Санкт-Петербурге, это 3 мая, день возрождения карачаевского народа, карачаевцы и балкарцы, живущие в северной столице, решили ознаменовать масштабным спортивным мероприятием. В Санкт-Петербурге, в Михаевском манеже, состоялся международный турнир по дзюдо среди ветеранов спорта. В организации соревнований принимали участие представители карачаево-балкарской общины во главе с бидживом, с агитом и активисты нашего движения. Боевое искусство дзюдо – путь гибкости для твердых духом людей. Ведь именно благодаря и этому качеству наше старшее поколение достойно и героически смогли пройти самые суровые испытания судьбы – депортацию. Турнир по дзюдо среди ветеранов спорта и юношей в Петербурге приурочили еще к одной важной дате – Дню Победы Великой Отечественной войне. Карачаево-балкарская община во главе с агитом бидживом, которая выступила организатором, учредила и специальный приз соревнований за мужество и волю к победе. В открытии турнира принимали участие представители администрации Санкт-Петербурга, заслуженные спортсмены, представители федерации дзюдо России и генеральный консул Японии в Санкт-Петербурге. С приветственной речью от нас выступил Бачаев Рамазан. Подобные турниры, думаю, что укрепляют связь поколений и связь между народами России. Рамазан Бачаев в Петербурге проживает с 70-х годов и, как один из старших представителей Карачаево-балкарской общины, выступая на открытии турнира, сказал, что учрежденный специальный приз в виде кубка за волю к победе – прекрасная возможность поделиться радостью нашего праздника – Дня Возрождения Карачаевского народа. Алла Динаева, Санкт-Петербург. Алла Динаева, Санкт-Петербург.